Испания выдаст ВНЖ всем тем, кто выедет на поля. Всем привет, меня зовут Алекс, я живу в Испании и являюсь дипломированным юристом в ЕС. Помогаю сориентироваться в море законов Испании, рассказывая о них простым языком. Примерно через 15 дней в Испании начнется сбор фруктов, а затем и летний сезон. Валенсийские апельсины уже стонут на ветках. И если не произойдет изменений в найме, дефицит рабочей силы составит 40%. Больше всего пострадали Каталония, Арагон, Мурсия и Эстремадура. Нам нужно 120 тысяч человек, которых у нас нет, сетует Министерство сельского хозяйства. Откуда, скажете вы, возник такой дефицит? Раньше основной поток сезонных рабочих шел из Марокко, но страна закрыла свои границы. Так, из 17 тысяч работников на сбор урожая в Уэльве приехало только 6. Не смогли приехать и болгары, и румыны. По данным Министерства сельского хозяйства, в аграрном секторе занято более 300 тысяч временных работников, из которых около половины – иностранцы. По оценкам координатора Организации фермеров и скотоводов КОАК, в прошлом году в сельской местности Испании в период с апреля-мая по июнь было занято около 285 тысяч человек. Можно работать и получать пособия, а людям без ВНЖ дадут разрешение на работу. Проект, доступ к которому получила газета «Эль Паэс», будет действовать до 30 июня. Ожидается, что текст будет обсуждаться в Кабмине уже 14 апреля. Главная цель – привлечь срочно к сельхозработам всех, кого можно. Это – лица, которые сейчас являются безработными, в том числе работники, чьи контракты приостановлены по ЕРТЕ. При этом неважно, получают ли они пособия или нет. Испания предлагает стимулировать их и разрешить оставить выплату пособия при условии найма на аграрные работы. Нелегалы, желающие пойти на работу. Новый декрет предполагает срочное предоставление ВНЖ нескольким группам мигрантов. Приоритет будет отдаваться иностранцам, чьи контракты заключены в период с момента объявления карантина и до 30 июня, а также иммигрантам, чья легализация находится только в ожидании завершения административных процедур. Амнистия будет также применяться к просителям убежища, которые находятся в Испании не менее 6 месяцев. И, следовательно, еще не имеют разрешения на работу, а также к молодым мигрантам в возрасте от 18 до 21 года. В таких случаях, говорится в тексте, они могут быть бенефициарами временного найма, с целью которого может быть произведена их чрезвычайная регуляризация в течение срока действия договора. Еще одно условие. Кандидаты должны проживать рядом с местами, где они будут работать. В тексте проекта это ситуация, когда место жительства и место работы находятся в одном муниципалитете или в приграничных муниципальных условиях. Что делать, если вы хотите пойти на работу? Четкие разъяснения от правительства будут на следующей неделе, но уже сейчас можно подготовиться и присмотреть подходящие места. Там же можно записаться. По Каталонии. Зайдите на сайт afrokat.com.ca. Прямая ссылка будет в описании под этим видео. Далее, в левом верхнем углу нажмите слово Borsa Treble. После чего вам откроется анкета. Заполните ее и подождите, с вами свяжутся. Проверить информацию можно по запросу.